Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Бесят люди из детства. Давно замечалось, что в детстве не нравилось, когда гости приезжали, тем более с ночёвкой. Мама всегда запыхавшаяся, наша маленькая крючёвка, всех накормила, поедала, а у них в руках 200 грамм конфет на пятерых. Но вряд ли причина в этом. Приятницы были вне школы, и мне нравилось с некоторыми общаться. В школе близких подруг не было, это не мой выбор, не получилось. Но в целом я не получал кайф от общения. Мне всегда казалось, что мои пользуются, или я лично, или общение, инициатива с одной стороны, с моей. В институте были приятницы, но они как омёб и скучно, мне не хватало чего-то. Парни, тоже со мной в очереди не устояли. Я ходила к психологу, поработали немного, но в целом она сказала, психолог мне не нужен. Я сходил к психиатру, он тоже не нашёл причину отклонения на препараты от приводности пропела. Невролог тоже ничего не нашёл. Мне кажется, это склонение в психике, но не получилось выяснить. Я в людях сразу вижу плохое и зацикливаюсь. В детстве всегда ревновало, что кому-то больше внимания взяли. И подруги, если больше общаются между собой, всегда ревновало. Как в коллектив не приду, меня всегда кто-то бесит. Я не могу общаться с людьми, если они меня не напрягают. Но это один-два процента людей. Меня никто не понимает, как будто это какое-то отвращение к людям. Да и вообще многое что раздражает. Считаю их в порядке. Кто-нибудь способен меня понять? С чем такое состояние связано? Ну, я думаю, что то, как вы описываете свою ситуацию, то, как вы о ней говорите, в первую очередь показывает на довольно слабое внимание к своим чувствам. И я думаю, что то, что мог бы в принципе сделать для вас психолог, это как раз таки немножечко поднять уровень вашего эмоционального интеллекта. Вот. Чтобы вы немного лучше разбирались в том, что с вами происходит и что с этим делать. А раздражение, вот то, что вас раздражают люди, связано со слабым проявлением личных границ. В том числе, если вы видите человека какого-то и, соответственно, начинаете опасаться, что он как-то ваши личные границы наручит, да, он что-то сделает не очень хорошее и, соответственно, то, что вы описываете, очень похоже на действие на опережение в том числе. А видите ли, чтобы эффективно защищать свои личные границы, необходимо, на мой взгляд, необходимо чувствовать свою собственную ценность, значимость и важность. На мой взгляд, у вас этого нет. То есть, на мой взгляд, вы себя как раз-таки обесцениваете. Обесцениваете довольно сильно, считая, в общем-то, что из-за факта раздражения на людей с вами что-то не так. На деле, как мне кажется, все так с вами. То есть, вы психически здоровы, как мне видится. Но, конечно же, есть определенные проблемы. В первую очередь, то, что вы не верны в себе, вас довольно низкая цена цена. Вот. Как мне кажется, вы боитесь сближаться с людьми. Вот. Но, опять же, это в данном случае больше мое мнение, да, что вы боитесь сближения и, как бы, видите, в людях плохое, чтобы себя защитить от сближения. Мне кажется, что вами движет также чувство несправедливости, мне кажется, что вот вы прям очень довольно, ну, довольно много значения продаете этой истории, что вот несправедливо. И также, мне кажется, что вы сравниваете себя с другими людьми, считая себя, ну, если не хуже всех, то, по крайней мере, не лучшим представителем. То есть, вот. Говоря, например, о гостях, вы же здесь, как бы, гости оценивали вас. В общем, подразумевается, что, что, условно говоря, я или мы, там, с мамой, вот, для них, как бы, все, да, накормите, напоите, развеселите. Вот. А у них, как бы, в руках, ну, инстаграм, конфет. То есть, вот, как бы, ну, вот. Вами воспринимаются, как несправедливости. В то же время гости оценивают вас. И другие люди тоже вас оценивают. А здесь есть чувство стыда. То есть, вы стыдитесь чего-то в себе. Вот. То есть, у этого состояния, которое вы описываете, может быть несколько причин. Мне кажется, что причина не одна. Вот. И, соответственно, тут можно смотреть на ситуацию либо снизу. Это со стороны вашего взаимодействия, например, с мамой. Или с папой, да. Или сверху, вот, со стороны того, чем напрягают вас люди. Вот. То есть, если как-то обобщить, да, то вы видите в людях проявление неидеальности. И вас это раздражает, потому что вы чувствуете, что и вы неидеальности. Но и злит. Потому что вы полагаете, что их неидеальности простят людям, а вам ваша неидеальности не простят. Ну, точнее, вы ее себе в данном случае не прощаете. Вот. Как-то так. Я думаю, что знание причины вам не поможет. Ваше обращение к различным специалистам это потребность во внимании. Это очень напоминает поведение человека, который нуждается во внимании. Вот. Я думаю, что здесь нужно, во-первых, смотреть на то, что у вас болит. То есть, от чего конкретно вам больно. Во-вторых, работать над эмоциональным интеллектом, как я уже сказал. И, в-третьих, это, может быть, вот ваше взаимодействие, там, допустим, с мамой или с кем-то еще. Вот. Прорабатывать так же. Это помимо того, что у вас, как бы, отсутствует фигура отца, а фигура отца, она очень важна. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.